Привет всем моим звездочкам! И я повесила лампочки, я подумала, что это красивее. Я не знаю, красивее или нет, но я пыталась, и это уже хорошо. А сегодня мы будем с вами все вместе обсуждать такие темы интересные, поэтому готовьте пальцы. Девочка дебютировала в новой группе и привлекла к себе массу внимания. Чанелька наш пострадала. Я думаю, что все Эрис знают, но тоже поговорим об этом. И еще что же нам ждать за Эрой Love Yourself у BTS? И покойники уже предполагают, что намеки появились от BTS. Но пока еще никто ничего не понял, значит ли это что-то и что это вообще может значить. Я начну с группы Spectrum. Которую обвинили в копировании группы BTS. И оно бы было бы все бы ничего. Я сейчас объясню, что произошло. Если бы не те события, которые произошли не так давно. Я думаю, что наверное уже многие забыли, а многие может быть и не знали. Но все равно я уверена, что многие помнят. О том, что Ким Дан Юн, молодой, совсем молодой, талантливый мальчик, который недавно дебютировал в рамках этой группы, умер. Не будем обсуждать, что да когда, почему, потому что все равно еще неизвестно. А еще, а может быть вообще не будут известны, не знаю. Но тем не менее успел он с остальными участниками записать перед своей смертью песню. И решили сделать релиз этой песни. Она называется Dear My... И вот обложка для, ну как бы для сингла этого, для альбома, не знаю как правильно сказать. Мальчишки там одеты в джинсовку разную. И естественно не могли не заметить, что похожая фотография на камбэк-тизерные фотки, как сказать, прикамбэкные. BTS Love Yourself Tear были в подобной концепции выполнены и началось обсуждение. И при том, что многие склоняют голову из-за событий, из-за трагедии, которая произошла в рамках группы, все равно находят как бы возможность написать о том, что это все-таки копирование BTS. И мол, непонятно, зачем это делать, что вообще происходит. Кто-то встает на защиту ребят, мол, вообще-то извините, пожалуйста, не BTS, придумали в джинсовку одеваться. Но многие пишут, что все равно скопированы даже позы кое-какие. И вообще это все так сильно похоже, как будто смотришь на фотографию BTS, что это такое. Вы знаете, вот лично от себя могу сказать. Так, концептуально фотографии очень похожи. Да, не BTS, придумали джинсовку. Но, блин, мне абсолютно непонятно, почему сейчас в таких обстоятельствах, когда у ребят тяжелый период, когда тем более не они сели, их нарядили и посадили. Зачем капать мальчикам на мозги своими вот этими вот, знаете, какими-то обвинениями, уколами, упреками со своими. Типа, нет, мы все понимаем, конечно, что там трауры, все такое у вас, но я этого не понимаю. Вот честно, я этого не понимаю. Просто нельзя ли оставить мальчиков в покое, а послушать песню, поддержать их и свой длинный язык немножечко укоротить. Дебютировала новая группа. Она называется, как она называется? Канвон Сонё. Вот, точно. Девушки парка. И там такие, ну, как бы девочки. У них, кстати, клип, я уже сегодня посмотрела, такие, ну, как девочки-припевочки. Платьюшки, беленькие, рюшики, такое все. Вроде сладенькое, но не сильно вот прям приторное, все. Но среди них есть одна принцесса. Такая, знаете, больше напоминает, как выразиться, да. Ладно, еще до дебюта многие стали обращать внимание именно на Мию. Ее так зовут, что у нее, ну, типа, госплей, она какого-то аниме-героя, потому что очень похожа на что-то такое. Кукляшная, мультяшная. Но, тем не менее, после дебюта она в таком образе и предстала, и что мне больше всего понравилось. Знаете, вот, что мне прям понравилось, понравилось, понравилось. Это была не просто стрижка, а она была одета в стиле всей остальной группы. А она единственная была одета в брючки или штанишки, когда все остальные девочки были в платьичках. Все! И я думаю, что это особого шарма придало группе. И действительно, пока я смотрела клип, мои глаза постоянно на нее съезжали. Я не поняла, поет она, читает рэп, танцует или еще что-то. Плюс там такой последний кадр еще в конце, где она поворачивается. Я такая... А, что-то меня прям так убило. Я, типа, такая неординарная, что, как и все, повелась на ее неординарность. Бэкхёна! В своем стейшене, который я обозревала на своем втором канале, вы можете посмотреть. В общем, Бэкхёна был в очочках, в шестиугольных. И вот и была, появилась, появилась статья, а может, статейки, а может, их была куча, о том, что нитизены активно обсуждают очки Бэкхёна. Необычная форма, шестиугольной. Ой, что ты тут летаешь? Которая похожа на логотип Эксо. Речь вообще идет о том, что Бэкхён относится к тому типу парней, которые могут моментально менять свою ауру от милашки к сексуальному обольстителю. И что ему, в принципе, идет любая форма очков. Было там куча гифок, я вам поставляю, там, где он всякий милашный во всяких разных очках. Но сказали, что именно вот эти очки подчеркивают его ауру и его стиль в этом клипе. Я вообще, когда смотрела этот стейшн, я была, ну, блин, в который раз уже снова и снова влюблена в Бэкхёна. Написали про очки, я такая, ой, точняк, там же были такие необычные очки. Ну, а просто когда очки находятся на глазах, то в основном смотришь, как это на глаза, наверное, да, наверное. Пишите, как вам очки Бэкхёна, и как вы думаете, действительно ли эта форма подбиралась именно под логотипы Эксо? Чанёлька. Стал у нас Чанёлька-жертвой. Он возвращался с показа из Шанхая, кажется, господи. Кстати, на этом показе, вот это я помню, откуда не помню, а это я помню. Журнал VLOG сказали, что у Чанёль был сам стильный прикид, что он был сам красивый, сам, 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 сам. Так вот, возвращался он оттуда, в Корею, прилетает, значит, или он летел только, неважно, в аэропорту, как налетели на него. Господи, как буры, ну, то есть, как обычно, я хотела сказать, как обычно налетели и наступили ему на туфлю, на башмачок его, на тапочек. И оторвали. Есть даже видео, где он затормозил и такой, порвали все. Естественно, поклонники, которые орали и бежали следом Сразу такие, ух, издыхли Такие, что-то нас понесло И Чанель по приходу такой, короче, взял И написал, по-моему, в инстаграме в своем пост Огромнейший такой пост Где он сказал, люди, давайте оставаться людьми Пожалуйста Потому что в такой толкушке Ладно, это мой ботинок А на его месте могла быть чья-то нога Это могло бы превратиться в травму В мою травму, травму сотрудников Травму поклонников, кого угодно Помимо того, помимо меня и помимо вас Ладно, мы там все свои, да Есть и другие люди, которые прилетают в аэропорт Которые встречают своих родных Там есть детки или еще кто-то Что мы устраиваем в аэропорту? Пожалуйста, пожалуйста И он призвал Эри вести себя культурально Это позор, очередной позор Мне реально стыдно В такие моменты у меня начинается испанский стыд Хотя я там не была И я вообще никакого отношения к тем поклонникам вроде как не имею Но мне действительно становится стыдно перед людьми Которые не имеют никакого отношения Ни к нашему фэндому, ни к эксо, ни к чанелю, ни к стафу И смотрят на это и думают О, блин, эти гип-поп фанаты вообще оторваны на всю голову Люди, пожалуйста, если у кого-то когда-нибудь выпадет возможность Очутиться где-то рядом с Айдолом И вам захочется бежать, кричать и фотографировать Пожалуйста, издержите этот порыв И подумайте о том, что это прежде всего не только ваше лицо А лицо всего фан-клуба Окей, едем дальше Что за странные символы на одежде у BTS во время промоушена Айдол? Нет, вообще там, ну как бы говорили, что это типа Диор и все такое Это Диоровский орнамент Но тем не менее, вот этот вот я читала на нерусскоязычном там самом ресурсе Там это называлось как-то типа племенной символ Я не знаю, может я как-то некорректно это дело перевела Но суть не в этом Вот такая штука Дрюка Она в том или ином виде встречается на одежде ребят На рубашках у Те, у Шуги, у Чим-Чима, по-моему На Блэйзере у Хоби Еще у Шуги в виде подвески И Арни таки Хмм А вы знаете, у таких символов обычно есть какое-то определенное значение Пока что вроде бы не удалось разгадать или разыскать трактовку или значение этого символа Потому что это может быть просто частью концепта Что вероятно, да, то есть это африканский некий символ Он вполне гармонично соответствует концепции BTS Idol Потому что там у нас типа сафари, короче говоря Типа вот костюмы похожи на африканский какой-то стиль И все такое Может быть оно ну как бы там все лепится Это чисто концепция А может быть и нет Что же я думаю по этому поводу? Хотите знать? Люди, я могу сказать, что да нифига оно не относится вообще А потом во мне просыпается Шерлок, который уже, вот знаете, он уже боится Он уже ищет подвох везде и говорит Подожди, стой, стой Ну откуда ты знаешь? А вдруг? Ну вот а вдруг? Это ж BTS У них же, блин, все не просто так Поэтому я не знаю Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Является ли этот символ намеками какими-то на будущее Либо это просто костюмы Я склонна думать, что это просто костюмы Но а вдруг, понимаете, вот это мое разделение внутри меня Не дает мне определиться Хотела еще сказать за Сихуна Люди Я не буду много говорить Я просто хотела спросить Вы ждете Дораму? Вы ждете Дораму с Сихуном? Потому что, ё-моё, там такие тизеры выходят Он на мотоцикле Гоц Прям как у White Saber Он играет брата-близнеца Сам себя, типа Потом он там дерется Он-то постоянно дерется И он там мстит за брата И он там все такое И я уже такая Ну, блин, я собиралась Дораму с Дио смотреть А чувствую, я буду смотреть в злого глаза Докко, докко, докго, докко Господи Докко будем говорить Это плохо выговариваемое на нашем языке А, и он будет мстить за брата Потому что его брата забила Какая-то банда Плохая Плохая банда Они его, в общем, забили до смерти И теперь он будет мстить Мстей Страшные дела А напоследок я скажу про НСТшек А конкретно про Джессончика И вообще за НСТшек Короче Со своим последним релизом Ребята такие бац И позанимали клевые позиции в чартах В одном из чартов Бакс, по-моему, называется Вроде бы как типа какой-то известный Но я, честно говоря, первый раз слышу про этот чарт Ребята заняли первую строчку Так вот И когда об этом стало известно Как начал Макны плакать Как он растрогался И как начали они его снимать И обнимать Утешать И я такая сижу и реву, значит Перед компьютером Потому что мне тоже хочется его обнимать А я не могу Ладно, я шучу не за это За то, что я в принципе рада за НСТ Я рада за то, что они так рады Понимаете? Ну, конечно, лучше бы он не плакал Но я опять вспомнила Помните, я говорила Где мой ребенок, который плакал? Вот он, ребенок Блин, ничего не поменялось И мне опять его так жалко Ладно, на этой ноте я, наверное, буду закругляться Потому что я уже еще чуть И просто надорву себе свое горло И пишите, пожалуйста, в комментариях Всякое разное, что вы думаете По-моему, тем очень много для обсуждения Не забывайте большой палец вверх поставить Потому что будет больше таких видео Если вы поставите Мы катимся, катимся, катимся Уже почти докатились Вверх Вверх мы катимся К 300 тысячам Нас еще немножечко осталось Поэтому подписывайтесь Ну, а на этом все Саран-саран С вами была Ари Ран Я вас всех целую и люблю Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok